Всем привет! Вы на канале A handful of boys, и с вами сегодня Никиша. Мы с вами поговорим о киллтиме Вюрмблейд, который вышел в журнале White Dwarf относительно недавно, который показал нам, что киллтим генокульта может быть необычным, интересным и крайне опасным. Давайте посмотрим, что в него входит. Итак, архетипами киллтима Вюрмблейд являются Infiltration и Seek and Destroy, то есть у вас есть неплохой выбор задач. И это еще не говоря о тех, которые входят в киллтим изначально. Наш киллтим состоит как максимум из 14 моделей. Лидером является неофит лидер. В киллтим могут входить киллерморф, локус, брудадепт, ганнеры, хэви ганнеры и каноносец, снайпер и талон санктус. При этом санктус в обеих закачках киллерморф и локус могут, точнее будут считаться за двоих. Также сделано уточнение, что в отличии от брудадептов, все остальные добавляются максимум по одному. И еще одно уточнение, что киллтим может содержать не более двух ганнеров, двух хэви ганнеров и двух культ агентов. Перейдем к способностям. Способностями вашего киллтима Вюрмблейд являются культ амбуш и Братар Нейчерл Ассасин. Культ амбуш позволяет вам менять приказы активирующихся оперативников в первый тёрнинг-поинт. Также, когда активирующаяся модель с культ амбуш совершает свой первый файт или шут экшен, переходя из консила в энгейдж, вы можете перебрасывать проваленные кубы атаки определенного результата, например, перебросить все двойки. Спрэтер Нейчерл Ассасин – это же особенный, усиленный оперативник, который обладает своими ограничениями и усилениями. Во-первых, оперативники Спрэтер Нейчерл Ассасин не имеют права получать экипировку, но в обмен на это у них есть четвертый инвульф. А когда они в ковре, вы можете выбрать себе один из бонусов. Во-первых, вы можете засчитать еще один куб успешным базовым кубом за кавер, либо же засчитать один проброшенный успешный сейф, как успешный крит, что может спасти вашему оперативнику жизнь от крайне неприятных атак. Стратегикой плойками вашего килтима Вюромблэд является Метикулус Плэн, One with the Shadows, Врифинг Ингресс и Кроссфайр. Метикулус Плэн позволяет вашим неофитам в консиле совершить мишен экшен или же пикап за меньшее количество экшен-поинтов вплоть до бесплатного. И вы можете использовать эту стратегик плойку только единожды. Единой с тенью, если ваш дружественный оперативник находится в линии видимости оппонента и при этом находится в консиле, Лайт Террейн для него будет Обскюринг. Врифинг Ингресс позволяет вам поставить токен Ингресс в Террейне не толще чем дюйм. И до конца битвы дружественные Вюромблэйд оперативники могут проходить через Террейн с токеном Ингресс, не требуя выполнять определенные правила, которые заложены в этот Террейн. То есть, например, поставив токен Ингресс рядом с каким-нибудь мусором, вы будете проходить через него не срезая свои родные два дюйма. Crossfire позволяет вам до конца Тернинг Пойнта выполнить одно из действий. Каждый раз, когда ваш дружественный Вюромблэйд оперативник совершает стрелковую атаку и эта цель не отправляется в мир иной и при этом не имеет токен Crossfire, она получает токен Crossfire до конца Тернинг Пойнта. Если же у противника есть Crossfire токен, то ваш дружественный Вюромблэйд оперативник может заявить один из кубов успешной атакой без необходимости его кидать. Тактическими плойками Килтима Вюромблэйд являются Койлот Серпент, Unquestioning Loyalty, Слинг into Darkness и Хайдинг. Койлот Серпент применяется, когда ваш оперативник активируется и выходит из консила в Engage. Первый раз, когда он совершает свою атаку, вы можете заявить один из успешных стандартных бросков как критический. Unquestioning Loyalty используется, когда лидер или культ агент является целью вражеской атаки. Вы можете выбрать дружественного Локуса или оперативника Неофита, исключая, естественно, самого лидера, в квадрате от дружественной модели, по которой будут атаковать. Если цель вражеской атаки находится не в Engage противника, вы можете прервать эту атаку и совершить бесплатный чардж для того, чтобы закончить его в Engage противника. Если же дружественный оперативник, врывающийся во вражескую атаку, находится в Engage противника, он становится целью этой атаки вместо лидера или культ агента. Sling into Darkness позволяет поменять Engage, приказ вашего оперативника, на Conceal. Hiding используется на этапе постановки оперативников на поле боя и позволяет взять до двух дружественных Неофитов. И вместо того, чтобы появляться на поле боя, они спрячутся. Появится же не на поле боя во время Firefight фазы в первом Turning Point. Когда вы активируете вашу миниатюру скрывающегося оперативника впервые, вы ставите ее на поле боя с приказом на ваш выбор не менее чем в 6 от вашей дроп зоны и более чем в 3 дюймах от вражеских оперативников. Он считается выполнившим Normal Move и дальше активируется как обыкновенная миниатюра. Однако, если вы не активировали скрывающегося оперативника до конца первого Turning Point, он умрет. Также вы можете использовать плойку один раз за игру. Перейдем к оперативникам. Неофит лидер. Move 6 дюймов, 2 АПЛ, групповая активация 1, 3 сейва, 5 сейв, 8 вунд. Типичный человеческий лидер. Из закатчика ему доступен автоган, болт-пистолет, мастер-крафт от автопистолет, дробовик, веб-пистолет, чейнсворд, пушка жопа, он же приклад, силовая дубина и силовая кирка. Из способностей он обладает культ эмбуш и шэдоу вектор. Shadow Vector позволяет однажды за Turning Point, когда вы используете Sling Into Darkness или Coiled Serpent, потратить их, не используя команд-поинты, если дружественные неофиты, которые собираются применить эту способность, является видимым для вашего лидера. Из закачек, которые я вижу для вашего командира, здесь, ну, знаете, точно не мастер-крафт от автопистолетов. Тут у вас выбор, на самом деле, небольшой, потому что стрелок из него будет неважный, поэтому тут выдавать либо болт-пистолет и силовую кирку, либо выдавать ему какой-нибудь веб-пистолет. Ради стана, однако, смысл делать лидера просто станищем небольшой. Далее у нас идет Killer Morph, известный ковбой Джо. Move на 6 дюймов, 3 АПЛ, группа актива Ц1, 3 сейва, 4 сейв и 9 вунд. Вооружен Killer Morph, Либератор автостабами с двумя профилями стрельбы и ножом Killer Morph. Он обладает культ Эмбуш и Preternatural Assassin, а также способностями Героя Конспирэйшн и Эксперт Ганслингер. Начнем с простого. Эксперт Ганслингер позволяет делать два шут-экшена в любую активацию. Что, учитывая его стволы, очень даже круто. Герой Конспирэйшн же повеселее. Если Killer Morph убивает вражеского оперативника, это становится героическим воодушевлением. Каждый в дружеский Вюрумблэйд Неофит, совершающий атакующее действие, то есть ближний бой или стрельбу, и при этом Killer Morph его воодушевляет, является видимым и находится не менее чем в 3 дюймах, то это дает вашему бойцу 5 плюс Литл, что крайне удобно и приятно. Уникальным действием Killer Morph является HyperSense за одно действие. Каждый раз, когда этот оперативник совершает стрелковую атаку в эту активацию, когда совершена способность, короткий профиль Либератор Автостабов получает Индирект и никакого ковра, однако теряет P1 и Рендинг. Довольно интересный вариант обмена, особенно когда вам требуется кого-то добить, особенно если он ушел в укрытие, или наоборот шугнуть, потому что противник, по которому вы стреляете вот так вот легко, и тем более игнорируя его защиту, с таким профилем, это очень хорошо. Да черт возьми, вы можете этого оперативника банально убить. Посмотрите на короткий профиль Либератор Автостабов. 5 выстрелов, 2 плюс, 3-4. Да, требуется находиться практически в упор. Но тем не менее. Тем не менее. Да и признаюсь честно, даже в лонгрейнже автостабов крайне приятный. 4 выстрела, 4 плюс, 3-4. Будто ваш ветеран-сержант пострелял из болтера. Что, как по мне, очень даже хорошо. Следующим оперативником является костяк вашего Вюрмблэйдкилтима. Это неофит брудадепт. Двойная групповая активация на 6 дюймов, 2 АПЛ. Фактически это ветеран-гвардеец. Да. Однако у него есть культ-эмбуш. Вооружен он автоганом, либо дробовиком. А также пушка-задница. Она же приклад. Урон у оружия ближнего боя стандартный. Автоган это лазган. Опять. А дробовик поинтереснее. Однако, опять же, требует идти на сближение. 4 выстрела на 3 плюс. Чем плохо? Неофит-ганер. Парень, который таскает пушки, но еще небольшие. Групповой активации нет. В остальном типичный человечишка. Может взять флеймер, гранатомет или вебер. Обладает способностью культ-эмбуш. Вебер в целом похож как на своего друга огнемета, так и на дробовик. Опять же, маленький радиус действия, однако есть литл 5 плюс и правило стан. Очень маленький урон. Баллистик 3 плюс оправдывает короткое расстояние, но при этом 5 атак. Накидать можно, застанить тоже можно. Однако, опция специфическая. Но, какой шанс, что вы используете флеймер? Очень серьезно. Вы видели ситуацию, когда флеймер нужен? Разве что с крупными киллтимами, а зарекаться на огнемет смысла немного. Если брать двух ганеров, то выбор очевиден, гранатомет и вебер. Неофит Хэви Ганнер. Полностью копия своего товарища, однако вооружен пушками покрупнее. А у него может быть еще и лишний оружие. Из оружия у него есть Хэви Стабер, Майнинг Лазер и пушка, которую вы не используете, это сейсмопушка. Несмотря на два профиля, это все хэви оружие, да и урон, скажем так, средненький. Надо подходить. Оно хэви. Все, что есть, это П1 и стан. И 4-4 на 3+, не то чтобы спасает. Учитывая, что, скорее всего, ему придется идти, а не к нему пойдут. Поэтому, на мой взгляд, вам здесь больше подойдут Хэви Стабер и Майнинг Лазер. Хэви Стабер просто хорошая опция оружия за счет Сизлис и Фьюзиоэйд. А Майнинг Лазер, ну вы и сами видите, урон 5-6, а П1 в базе 4-5 выстрелов. Как по мне, очень неплохая опция. Икононосец. Вооружен тем же, что и любой неофит, однако обладает уникальной способностью и обилкой. Как икононосец, когда ваш боец находится на точке и контролирует ее, он считается, будто бы у него 3 АПЛ. Однако, это не модификатор, то есть любые способности, уменьшающие АПЛ, не повлияют на этот бонус. Уникальной способностью икононосца является Сигнал за Страйк. Если он находится в 3 дюймах и является видимым совершающему атаку товарищу, вы можете перебрасывать все ваши провальные атаки. Однако он не может совершать подобное действие, находясь в Энгейджмент Рейнджа Врарского Оперативника. И важно отметить, что эта способность применяется, если вы применяете культ эмбуш. То есть вот такая вот вложенная синергия. Парень полезный, как минимум для контроля точек. А учитывая, какие у вас возможности по первому удару, не брать его я смысла не вижу. Пусть будет в вашем киллтиме и пусть будет. Теперь более вкусная, одна из самых злых моделей вашего киллтима. Санктус Снайпер. 3 АПЛ. 3 куба. 4 плюс. 9 вунд. Санктус Снайпер Райфл. 4 выстрела. 2 плюс. 3-3. Хэви Сайлент. Мортал Вунд 3. По факту похоже на снайперскую винтовку ветерана-снайпера, который сам по себе является крайне опасной миниатюрой. Однако не забывайте, у него, у Санктуса, есть культ эмбуш, претернейчерл ассасин, а также две уникальных способности, которые делают его предельно злой моделью. 4 Таргет Вульнирабилити. До конца активации модель с винтовкой Санктуса получает Литл 5+. А также Фамильер Сол Сайт. Вы выбираете вражескую модель, и до конца Тернинг Пойнта Санктус винтовка получает ноу кавер. Например, противник не может быть обскьюрт, а дымы не мешают видимости. То есть, ваш оперативник может увидеть врага практически в любой точке карты. И ничто ему в этом не помешает. А учитывая базовые возможности винтовки Санктуса, этот парень обязан быть в вашем киллтиме. Санктус Талон. ХТХ-шная версия вашего Санктуса. Вооружен Санктус Биодаггером. 4 атаки, 2+, 3,6, Литл 4+, и Стан. Имеет обилку Криппинг Шэдл. Он может чарджить из консила, а также совершать бесплатный дэш после боя в ближнем бою. Вне зависимости от того, какие и сколько иных экшенов он совершил до этого. В том числе, он может банально войти из Энгейджмента Нжа. То есть, порезать, а если не добил, просто уйти. Уник экшен фамилия Сол Сайд имеет здесь иной вординг. Вы выбираете противника. И когда этот оперативник сражается с вашим Талоном, Биоклинок Санктуса получает Брутал и Баланс. Фактически, вы становитесь судьбой противника. Потому что уйти от подобного ХТХ будет очень тяжело. А вы захотите отправить Санктус Талона в ХТХ. И последняя опция оперативника, доступная вам в килтиме Вюрнблейд. Это Локус. Три АПЛ, четвертый сейф. Впрочем, как и любые агенты. Вооружен хвостом, бьющим в упор 3 дюйма. И клинками Локуса. К слову, хвост Сайлент. И болтер. А Локус клинки имеют 5+, высокий дамаг и 2+. У парня есть культ Эмбуш и Бротернейчерл Ассасин. А также 2 обилки и уникальный экшен. Дуэлист. Каждый раз, когда вы деретесь в ближнем бою, вы выбираете ваш успешный бросок. Додал, как это делает атакер. Если да, этот успешный удар используется для парирования. То есть, если в вас зачаржил какой-нибудь умник, для того, чтобы вас прибить, вы, скорее всего, парируете его первый удар, который обычно является 100%. Профессиональный мечник. Эксперт Сордман. Вы можете совершать 2 файт-экшена. И после драки можете совершить бесплотный чардж. Даже если вы до этого чарджились, но двигаясь только на 3 дюйма. То есть, всякие комбы с аурами становятся жертвами вашего локуса, способного перерубить обоих. И уникальная способность локуса – это Quick Silver Strike. Однажды за Тернинг Пойнт, когда вражеский оперативник совершает Нормал Мув или Дэш и перемещается в расстояние 3 дюймов от вашего локуса, вы можете бесплатно этого противника почаржить. Если вы находитесь в консилие, то вы переходите в Engage. И если вы это делаете, и враг не заканчивает свое движение, вы обязаны совершить бесплатный файт-экшен против этого оперативника. И ввиду ограничений, это будет считаться полноценным файт-экшеном. Однако, учитывая то, что у вас Эксперт Сордман, вы банально влетаете в перемещающегося рядом противника и рубите его своими мечами. А шансов того, что вы его зарубите с первого раза крайне много. Итак, доступный вам Эквим небольшой, два вида гранат, немножко обвесов. Фраг граната, ну, мы все ее знаем, 3+, 4 атаки, 2-3, Бласт Индирект Лимитед. Бластинг, Чардж, чуть-чуть позлее, но только из-за дамага. Бласт у него малюсенький. По сути, вы кидаете динамитную шашку, которую сперли из ближайшей шахты. Флэшвизор. Крайне полезные вещи, пригодилось бы, наверное, даже вашим агентам, но, к сожалению, агенты их не получают. Вы игнорируете все модификаторы к вашим АПЛ. На самом деле, крайне полезная вещь, учитывая всякие особые гранаты, уменьшающие ваш АПЛ, всякие способности, уменьшающие ваш АПЛ, банальный стан, уменьшающий ваш АПЛ. То есть, во многом, для расписок, настроенных на ближний бой, или конкретно для персонажей, настроенных на ближний бой, вещь крайне полезная. Спотлайт, прожектор. Если оперативник с прожектором видит врага в 6 дюймах от себя, этот противник не может быть обскюрт, потому что вы его подсвечиваете. полезно, особенно если вы хотите подсветить кого-то стрелку, которая не является вашим санксисом. Санксисы вообще настрать. Культ талисман используется единожды за битву, и когда по вам стреляют, вы можете заявить один базовый сейф, как крит. Удобно, может спасти жизнь. Однако, стоит два эквипмент поинта. Клаймбинг эквипмент за один эквипмент поинт. Ну, все банально, как говорит название, позволяет вам в упрощенном формате совершать все действия, связанные с перемещениями вертикально. Подъем, падение упрощает перемещение, уменьшает рейндж, который будет считаться вам за подъем. вместо шести дюймов два. Пади плохо. И последний кминпоинт, предмет, это культ найф. Заменить вашу пушка задница на ножик, на четыре плюс, два, три, четыре атаки. Смысла в этом немного, однако, если вы планируете собрать хтх на киллтим, можно. Таокопсы вашего киллтима делятся на три типа. Первый. Ваш киллтим имеет три вида таокопсов, уникальных, фракционных. Первое. Nowhere Unreachable. Вы разворачиваете ее в таргет ревилд степ первого тернинг поинта. Ваш оппонент ставит токен в шести, более чем в шести от его дропзоны. Если ваш дружеский оперативник в конце любого тернинг поинта находится в дюйме от этого токена, вы получаете виктори поинт. Если вы достигаете действия далее, вы получаете еще виктори поинт. Крайне полезная штука. Особенно если вы используете хайдинг, прячете своих бойцов, ваш противник ставит токен где угодно, а вы ему хоба, извини, а у меня там прятался мужик. Живи с этим. Вторая атакоп Perfect Ambush появляется в любой таргет ревилд степ любого хода, кроме четвертого. Для этого нужно вести счет потерянных вунд каждым оперативникам. Если тотальная потеря по вундам вражеских оперативников в течение тернинг поинта больше, чем ваша, вы получаете виктори поинт. Если же тотальный проигрыш противника по потерянным вундам это результат действий ваших культ агентов, и при этом все это выше вашего счета потерянных вунд вы получаете виктори поинт. То есть все, что требуется это нарезать. Нарезать активно, нарезать весело, используя ваших агентов, а учитывая какое оружие и какие способности доступны вашим талонам, локусам, киллерморфам, это не составит труда. И третья фракционная миссия Mark for assassination. раскрывается в любой таргет ревел степ любого тернинг поинта. цель с маркет токеном мертва, вы получаете виктори поинтов. И если другая цель с маркет токеном умирает, вы получаете виктори поинт. А любой ваш неофит получает возможность выполнить мишен экшен Mark for Assassination. Если от вашей модели находится противник с групповой активацией один, он видим и находится в трех дюймах, он получает маркет токен. Вы не можете совершать этот токен, находясь в engagement range, или если этот токен уже поставлен другим оперативником. что довольно логично, если один сказал, другому повторять не надо. У нас все-таки хайвмайн, мы все понимаем, что мы делаем. Итак, давайте наверное перейдем к тому, как играть за наших Вюрмблейд гинокультистов. Вариантов игры за Вюрмблейд лично я вижу два. Это четкая хтх и это четкая стрельба. у нас есть Санктус Талон и Локус, которые способны влетать в цели, вносить много атак, делать это быстро, неожиданно, и при этом у них у самих есть инвулии, бонусы и прочая хрень. То есть, по сути, они будут основой ваших атак. А при этом не забывайте, что у вас еще есть ганнер с вебером и, например, лидер тоже с вебером. То есть, ваши бойцы с нитеметами будут банально вязать противников и у них не останется никакого шанса уйти от нападения. Здесь хэви-ганнеры все еще нужны, потому что они будут стрелять в тех, кто будет лезть в драку. берем майнинг лазер, берем хэви-стабер. Они пусть стоят стреляют, все остальные же идут рубиться в ближний бой. Для этого мы банально берем оперативников с дробовиками и каноноса. Таким образом, вариант хтх содержит в себе лидера, санктус талона, локуса. Это уже у нас считается за 5 миниатюр, напомню. Мы берем двух хэви-ганнеров, чтобы было кому вносить большую часть дамага. Это уже 7 миниатюр. Берем двух ганнеров с гранатометом и вебером. Это 9 миниатюр. И за оставшиеся 4 берем одного икононосца и трех неофитов с дробовиками. Учитывая способность хайдинга, мы спокойно можем сунуть наших неофитов куда угодно, хоть на вантажку. И использовать это в своих целях, воткнуть, например, какой-нибудь хэви-стабер или майнинг-лазер на вантажку, вылезти из культ амбуша, может быть, даже какими подбафами. И просто вынести кого-нибудь с поля боя вперед ногами. И этот первый тёрнинг-поинт. В принципе, Вюрмблейд завязан на то, что вы делаете килотонну гадостей в первый тёрнинг-поинт, а дальше продолжаете стабильно выносить за счет ваших сильных оперативников. Второй вариант больше нравится конкретно мне. Это стрелковый вариант. Вы берете Санктуса снова, но стрелка. Вы опять же берете своих хэви-ганнеров, вы берете гантометчика. Здесь я в Вебере не уверен, наверное, убрать не стоит. С другой стороны, поди плохо, может быть, что-нибудь сделает. Забиваете всё автоганнами, командиру даёте болт-пистолет и силовую кирку. Киллерморф и Санктус наводят шум, причём так, что ого-го. А если вы хотите немножко сбалансировать в этом вопросе ваш киллтим, вы можете взять, опять же, локуса, потому что Санктуса в стрелковом киллтиме надо брать обязательно, обязательно снайпером. Потому что в вопросе вноса вунд за стрельбу ваш Санктус снайпер это самая опасная миниатюра на столе. Это как снайпер-ветеран является гадством ещё тем, так Санктус снайпер это гадство только в три раза больше. Киллерморф также вам пригодится, потому что ну чёрт возьми, он может пострелять сквозь стену. Причём пострелять хорошо и больно, что крайне круто. По эквипменту на самом деле спорно от ситуации к ситуации. однако если вы планируете идти в ближний бой, наверное можно взять один бластинг чардж, один талисман повесить на какого-нибудь хэви-ганера, который вам пригодится. Например, на тот же майнинг-лазер дать культ талисман, на первый ход его через хайдинг вывести на вантажку и он там нагадит. Всё остальное, ну, клаймбинг эквипмент тоже нужен. Снова стрелкам, потому что потратить, во-первых, два дюйма вместо шести на перемещение это важно. Можно будет подвинуться в нужное укрытие, а не застрять где-нибудь на каком-то неудобной позиции или просто не видя цель. Тем более в случае падения или чего-то такого вы оперативно эвакуируетесь, не понеся такого дамага, какой вы могли бы понести. Ваши способности, ваши плойки позволяют вам внести жуткий жуткий импакт на первый и второй ходы. И во многом благодаря тому, что ваши оперативники настроены на то, чтобы появляться, устраивать засаду, а потом добивать выживших. Вюрмблейд это во многом киллтим первого-второго тернинг поинта, потому что в отличие от многих способных ну вот сейчас я вылезу, постреляю, спрячусь, у меня все еще будут шансы. У вас настолько мощный первый залп со всего киллтима, насколько это вообще возможно. Однако за вас все скажет ваша игра и ваш стол. Вюрмблейд довольно сложный для новичка, как минимум из-за количества комбинаций и стратегика и тактику плойек. Нужно много думать над их синергией. Как, какую, когда использовать, на каком оперативнике. Во-первых, нужен большой наигрыш за киллтим, как понять, как за него играть, то есть, предкакое-то время проигрывать, чтобы понять, какие дыры есть у этого киллтима, а их на самом-то деле немного. Тут реально все зависит от вас самих. Вторая проблема киллтима стаберами, автоганами, дробовиками. Делайте лидера. А потом сталкиваетесь с тем, что вам нужен кто-то из героев. Вам нужно докупать киллерморфа, вам нужно докупать санктуса, вам нужно докупать локуса. Преимущество Виумблейда в том же турнирном формате в том, что вы можете положить в свой ростер все варианты агентов и собирать комбинации, которые оппонент не ожидает. Когда у вас например стрелковый ростер и там где-нибудь бегает локус, появляется черт знает где и начинает резню, противник явно переключится на него, подзабыв немного о том, что там где-то стоит майнинг лазер и выцеливает его миниатюры. Или просто так или иначе подставится, что позволит вам нанести финальный удар. Все тактикал плойки, все способности говорят за генокульт сами. Это партизаны, это засадники и выбраться из цепких лап культистов четырехрукого императора будет крайне сложно. Я надеюсь, что после этого ролика я вас заинтересовал киллтимом вюрмблейд, заинтересовал возможностями, которые у них доступны, и я надеюсь, что вы их попробуете. Киллтим реально интересный, киллтим реально опциональный, вюрмблейд могут очень много, буквально из ничего, просто за счет миниатюр. Да, докупить будет неприятно, все же герои в блистерах сейчас стоят дорого, однако они того стоят без санктуса, локуса и киллерморфа, этот киллтим был бы скорее всего не таким интересным, потому что эти герои делают сей киллтим крупнейшей угрозой на столе. И и сей сей и сей т